Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Тямыч, и сегодня в этом видео мы подведем своеобразные итоги в игровой индустрии. Так как вас ожидает мой топ лучших игр 2019 года, вышедших на PC. Подчеркну, что я буду включать в топ только те игры, которые вышли на ПК. А это значит, что, например, того же Death Trending в этом топе не будет. И он переедет на 2020 год, когда, собственно, выйдет ПК-версия. Потому что только ПК для бояр, а консоли это для... А во-вторых, это топ моих личных предпочтений, тех игр, которые я попробовал сам. И уверен, что они лучшие в своем жанре, да и в целом выделялись на фоне других в этом году. Итак, господа, представляю вам топ лучших игр 2019 года на PC. Поехали! Десятое место. Star Wars Jedi The Fallen Order Да, друзья, Electronic Arts в этом году серьезно взялась за голову после провала Anthem. И этой осенью наградила нас аж двумя отличными проектами. Это, собственно, Need for Speed Heat, о котором мы еще поговорим в нашем топе. И, собственно, Star Wars Jedi The Fallen Order. Fallen Order вышла для EA во многом довольно знаковым проектом. Во-первых, это первый за долгое время полностью сингловый проект от EA. Многие, наверное, помнят, как боссы EA пару лет назад говорили нам о том, что время только лишь сингловых игр безвозвратно ушло. И если в вашей игре не будет мультиплеера или сетевой составляющей, то она будет обречена на провал. Что же, с тех пор сами Electronic Arts не раз обожглись на своих же выводах. И вот результат. Возвращение к сингловым проектам, в авангарде которых стоит как раз Star Wars Jedi The Fallen Order. Давайте посмотрим на проект поближе. Действие игры происходит вскоре после событий фильма «Звездные войны. Эпизод 3. Месть Ситхов». После объявленного императором Палпатином приказа 66, большинство джедаев было убито. И главный герой игры, молодой подаван по имени Кел Кестис, вынужден уйти в подполье и скрываться, спасая свою жизнь. В соответствии с описанием разработчиков, в ходе игры герой должен завершить свое обучение и обладать искусством владения световым мечом. В скитаниях Келу Кестису помогает дроид по имени B.D.1 и наставница, бывший рыцарь-джедай. По своей механике и сложности игра напоминает Dark Souls. На каждой планете игроку противостоят разнообразные противники, начиная от флоры и фауны и заканчивая имперскими штурмовиками и элитными карательными подразделениями. На локациях игроку доступно ограниченное количество точек медитации, которые используются для сохранения игры, восполнения здоровья с аптечками и прокачки навыков. Стоит отметить, что после отдыха все враги в локации возрождаются, кроме боссов. Еще один привет, Dark Souls. Поэтому, чтобы победить, нужно тщательно продумывать технику боя и заниматься развитием персонажа. В общем, несложно догадаться, что Respawn Entertainment, ответственные за разработку игры, решили взять за основу скелет Dark Souls и насадить на этот скелет мясо и мышцы по мотивам Звездных Войн. Да, вы вполне можете воскликнуть. Фу, вторичность. Dark Souls, Star Wars, Сантура же. Однако делать этого я вам все же не рекомендую, так как за, казалось бы, приявшимся геймплеем скрывается, во-первых, шикарная картинка и дизайн локаций. Благодарить Unreal Engine 4, кстати. И здесь Fallen Order удивили, так как обычно все игры EA делаются на набившем оскобенном фростбайте. А во-вторых, отлично переданный дух самого настоящего приключения. Нашему потопичному, где только не придется побывать. И что только он не испытает на своей шкуре. Тут вам и забежки по индустриальным пейзажам, и схватки на движущемся на полной скорости составе против солдат Империи, и красивейшие иные планеты. В общем, играть в Fallen Order очень приятно. Ко всему к этому добавим отзывчивое управление, приятные анимации боя, и все это, в принципе, нивелирует как не оригинальность боевки, так и в целом Souls-like геймплей. Ведь, как мы знаем, за последнее время вышло очень много Clone of Dark Souls, но лишь в единицы было интересно и комфортно играть. И, к счастью, Fallen Order как раз из их числа. Поэтому, если вам нравятся Souls-like игры, то в Fallen Order это ваш выбор. И, кстати, интересный факт. Star Wars Jedi The Fallen Order, судя по суммарным продажам, лучше всех продался внезапно на ПК. 2,5 миллиона проданных копий, в то время как на PS4 1,9 миллиона, а на Xbox One полтора миллиона. Так что теперь официально из стана консольчиков могут закрывать свои хавальники по поводу того, что, мол, игры на ПК не продаются, нормально продаются только на консолях. Шах и мат, консольчики. Шах и мат. Девятое место. Total War Three Kingdoms. Серия Total War, казалось бы, была уже практически во всех исторических эпохах и регионах. Однако был у Total War один давний незакрытый гештальт, имя которому Китай. И вот в Троецарстве Creative Assembly наконец-то подробно раскрыли тему междоусобных войн в Китае. Если вкратце, то Троецарстве посвящено всем тем, кто в свое время полюбил эстетику Востока а-ля Сёгун-2, но кому на японских островах было да более тесно для маневров и всего прочего. В Троецарстве дух Востока стал еще более атмосферным, нежели в Сёгуне. Тут вас ждет еще более прокаченная система политика и дипломатии. Здесь так же, как и в Сёгуне, никому нельзя доверять, и даже верный союзник может в самый неподходящий момент взять и предать вас, поставив под вопрос само существование вашей державы. Здесь полководцы стали еще более персонализированными, а игра даже получила полноценный романтизированный режим, когда полководцы становятся так же мифологически сильны и готовы в одиночку растаптывать толпы людей, как и в романе Троецарстве. Сами баталии стали даже более масштабными, чем раньше, благодаря возросшему количеству максимально возможных юнитов в отряде. Теперь до 240 максимум. В общем, здесь есть все, за что мы так любим игры серии Total War, но с атмосферой далекого и такого непонятного для европейского человека культуры Востока и его атмосферы. Многие из наработок Троецарствия вышли очень удачными, и я надеюсь, обязательно перекачивают в последующие проекты игр серии Total War. Но, тем не менее, понимая, что проект вышел отличным, Three Kingdoms все же не смогла меня взять и заставить меня полюбить культуру Китая. И для меня она так и осталась чужеродной, и у меня так же не было желания в нее вникать тогда и не появилось его и сейчас. Поэтому, да, я скажу, что Three Kingdoms хорошая игра, однако для меня данный исторический период не интересен и чужероден. Так что в Троецарствии я не засиживался месяцами и годами, как в тот же Рим 2, Аттилу или, допустим, какую-нибудь Империю или Медивил 2. Зато вот после выхода Троецарствия Sega и Креативы очень удачно зашли на китайский рынок. Именно из Китая была львиная доля продаж Троецарствия, что, собственно, неудивительно. Ну а за хороший заход в незведанный Китай девятое место нашего топа. 8 место. Need for Speed Hit За последние 10 лет серию Need for Speed нехило так трехло из края в край. Было ощущение, что авторы никак не могут найти знаменитой серии аркадных гонок свое лицом и новое видение серии. Все это вылилось в несколько довольно сомнительных частей, в которых вроде на первый взгляд все и на месте, но если глянешь получше, то вот все не то. То новых идей нет, то сплошные самоповторы, то физику управления авто изменят, да так, что ладить в принципе становится неприятно. А не это ли в гонках самое важное? Получать кайф от езды. В общем, к выходу Need for Speed Hit сериал доковалял уже изрядно подбитым и хромым. И тем интереснее было, справятся ли разрабы в Need for Speed Hit с задачей Make NFS Great Again. Ну что тут сказать. Hit, конечно, в итоге не вышел лучшей гонкой на свете всех времен и народов, и уж точно не затмил самые успешные части типа Most Wanted или Underground, но уже точно вышел получше всего того, что выходило под маркой Need for Speed, наверное, за последние 10 лет. И самое главное достижение Hit, это наконец-то таки вменяемая и адекватная физика управления автомобилями. Да, спустя долгие годы стон фанатов по поводу изменения физики авто, соскользяющей на более грипповую, был наконец-таки услышан. Тачки теперь нормально реагируют на вашу управляемость, и теперь вполне себе можно заранее предугадать, как авто будет себя вести в той или иной ситуации. Тюнинг, с одной стороны, немного упростили, но с другой он стал понятнее и удобнее. Стайлинг, как был, довольно богат на детали кузова, так и остался. И даже, по моим ощущениям, стал еще разнообразнее, чем раньше. В общем, полный кайф, все, что касается именно управления и самими гонками. И да, не забываем и довольно интересную концепцию с дневными и ночными заездами. В слабые стороны ожидаемо запишем не какучий сюжет, за которым неинтересно наблюдать, да и абсолютно неподходящую под происходящую музыку. Но действительно, латинская музыка под адреналиновые гоночные заезды смотрится так же, как собаке пятая нога. Но во всем остальном, в кой-то веке, приятный и заставляющий удовольствие от вождения Need for Speed. Надеемся, следующая часть лишь закрепит успех. 7 место. Gears 5 Продолжение некогда успешного боевика и продающего консоль от Microsoft сериала Gears of War. В пятой части разрабы решили сократить бренд до просто Gears. И в целом оставить основу геймплея такой же, как и в предыдущих играх серии. И правильно, зачем портить то, что и так отлично работало. В итоге мы имеем классический для серии позиционный шутер, который тем не менее полон драговых моментов. Тут вам отражение атак полчищ локустов и битва с перекачанными супербоссами высотой с хорошую такую многоэтажку. И пальба с орбитальных пушек, путешествие нашего отряда по различным точкам планеты с постоянно меняющимся климатом. В общем, несмотря на то, что основа геймплея Gears of сама по себе довольно однообразна, беги до укрытия, прячься, стреляй, беги до следующего и так по кругу. Но благодаря тому, что разработчики постоянно разбавляют такую формулу чем-то новым и оригинальным, от такого core геймплея практически не устаешь. То тебе оружие новое выдадут, то в довольно необычные локации выкинут, то какую-нибудь интересную вундервафлю дадут, то нестандартный геймплейный ход подкинут, как, например, поездки по льду на борде, держась за здешний аналог снегохода, отстреливаясь попутно от врагов. То сюжет подкинет какой-то интересный финт. Кстати, касаемо сюжета, здесь есть интересный момент, что играем мы теперь сразу за двух персонажей. За сына Джей Ди и дочь Кейт, главного героя предыдущих частей Gears of War, Маркуса Феникса. И тем интереснее следить за их взаимоотношениями. В семье Фениксов не все так гладко, как могло показаться на первый взгляд, а проблемы классической драмы отцов и детей здесь показаны во всей красе. Ну и не забывайте о том, что наши старые знакомые из предыдущих частей также на месте. Коул, Берд, один из выживших братьев Кармайн, все они в так же с нами. Суммарно имеем один большой концентрированный экшен, который, как и в старые добрые времена, цепко держит игрока перед собой от начала и до самых финальных титров. А еще Gears 5 я могу назвать одной из самых красивых игр 2019 года. Все-таки мало кто может работать с движком Unreal Engine 4 так, чтобы выжать из него все соки. Но в этот раз ребятам из The Coalition вполне это удалось. И в итоге мы видим одно спланшное визуальное пиршество. И седьмое место в моем топ-10. 6 место. Devil May Cry 5 А вот и еще одно продолжение культового сериала про охотника на демонов Данте, которого фанаты ждали, страшно сказать, долгих 11 лет, ибо предыдущая номерная часть вышла еще аж в 2008 году. Уйдя далеко в сторону от классического восприятия сериала в перезапуске DMC в 2013 году, Capcom вызвала на себя шквал критики со стороны фанатов. И несмотря на восторженные отзывы прессы, перезапуск продался довольно скромными тиражами. Поняв, что фанаты серии хотят увидеть старых знакомых в продолжении, Capcom решает вернуться к разработке в Японии и отдать разрабатывать пятую часть от сам основателем серии. Но меж тем использовать наработки перезапуска и связать все это с персонажами из предыдущих частей. В итоге вышло довольно бодро и интересно. В Devil May Cry 5 у нас целых три персонажа, которыми мы поочередно будем управлять по ходу игры. Помимо уже известных нам Неро и Данте, тут дебютировал Ви. И если стиль боя и Данте, и Неро мы так уже знаем, то с Ви вышло куда интереснее. Сам в битве он участия не принимает, но он удаленно управляет призываемыми маунтами в виде грифона и тени в виде черной пантеры. Комбинируя их удары, вместе получается та еще адская мясорубка. В игру вернулся искрометный черный юмор и подколки. Появились и новые персонажи, например, новая подружка Неро на довольно забавном фургончике может в любой момент прийти на помощь и помочь с припасами. В общем, все темно, хаотично, но одновременно с этим, с фирменным юморком. Все как в старые добрые времена и все как мы любим. Тема игры остается все та же. Борьба с силами тьмы, которые опять угрожают миру. Но тут уже классика жанра. От этого никуда не деться. Вместе с тем, по ходу прохождения видно, что Devil May Cry 5 по своему общему дизайну как раз вдохновлялась своим же перезапуском 2013 года. То есть уровни теперь стали преимущественно городские, индустриальные. Битвы проходят в улочках и создается полное ощущение, что мы играем в продолжение перезапуска, но со старыми персонажами. В принципе, учитывая, что и сам перезапуск был неплох, и от него взяли все самое лучшее и накатили прежних героев, то в итоге получаем один из самых лучших слэшеров этого года и достойнейшее продолжение любимого сериала о ловцах демонов. Законное шестое место. Пятое место. Sekiro Shadow Die Twice. Вы заметили, что в моем топе это уже третий слэшер? Star Wars Jedi The Fallen Order, Devil May Cry 5 и наконец-то теперь Sekiro Shadows Die Twice. Действительно, 2019 год был богат именно на отменные слэшеры и Souls-like игры, как никогда ранее. From Software по сути сами придумывали жанр внутри жанра, и теперь на них равняются все. Их боевую систему копируют не только в Souls-like игры, но и в игры других жанров, ибо вышла она очень уж удачной. Недаром Dark Souls Боевка признана одной из лучших в истории видеоигр. И вот в 2019 мы получили еще одну новую игру от признанных мэтров From Software Sekiro Shadow Die Twice. Ее действия происходят в феодальной Японии в период Сингокудзидай, воюющих провинций. Под управлением игрока находится волк. Воин с костяной рукой, вооруженный мечом и веревкой с крюком. Он находится на пути мести. Нашему герою предстоит вернуть своего господина, похищенного, а лидером клана Осина, Генитиро. Внешне и по геймплею, Sekiro схож с Bloodborne, одной из предыдущих игр From Software. Однако вместе с тем, геймплейно имеет отличия от предыдущих Souls игр. Например, в Sekiro куда меньше ролевых элементов, чем в предыдущих проектах студии. Отсутствует система создания персонажа и возможность выравнивания его навыков, а также нет многопользовательского режима. Однако она включает в себя модернизацию снаряжения, дерево навыков и небольшие возможности кастомизации. Вместо нанесения урона здоровью противников, боевая система Sekiro сфокусирована на использовании катаны или другого доступного оружия для сокрушения концентрации противника. Однако это не значит, что уровень здоровья потерял свою значимость. Полностью здоровый противник может легко восстановить свою концентрацию. То есть эти две шкалы взаимосвязаны. И если не держать его под постоянным натиском, то противника вы не добьете. Иногда самой легкой тактикой является нанесение урона врагу до того момента, когда шкала концентрации перестанет восстанавливаться полностью, а затем уже начать отбивать его атаки и проводить специальные приемы. Например, контратака Микири. Таким образом, игрок при необходимости может взять передышку, чтобы использовать исцеляющие или иные полезные предметы, не опасаясь, что без прессинга противник быстро восстановит свои силы. Самым быстрым способом снизить концентрацию противника является отражение ударов и контратаки. Противник, потерявший концентрацию, становится уязвимым для смертельного удара. Для убийства обычных врагов достаточно одного смертельного удара. Для особо сильных могут понадобиться несколько таких ударов. У главного героя также имеется запас концентрации, который может иссякнуть после пропущенных вражеских атак. Это приводит к оглушению на короткий промежуток времени, которого достаточно, чтобы сильные соперники, воспользовавшись моментом, смогли нанести сокрушительный и зачастую смертельный удар. Во всем остальном, это типичная игра от From Software. До нельзя хардкорная, не прощающая ошибка и в прямом смысле жопораздирающая. В общем, всем любителям Dark Souls, Bloodborne и Хардкора строго рекомендуется для ознакомления. Для вас это будет наверняка игра года. Но в моем списке пятое место. Четвертое место. The Outer Worlds Анонс The Outer Worlds вызвал много шума. После дебютного трейлера все на лево и направо твердили о выпуске настоящего трошного Фоллаута от отцов-основателей, что обсидианы делают убийцу Фоллаут 4 и вообще, что беседка уже настолько зашкварилась с Фоллащами, особенно с Фоллом 76, что пора бы уже франшизу отдавать в руки батьков. На деле же оказалось все не так просто и однозначно. The Outer Worlds — это RPG, которые своей основной механикой действительно очень сильно походят на последние трехмерные Фоллауты, но в другом, более сайфайшном сеттинге. Тут также вид от первого лица, также есть свои аналоги перков, умений и способностей, положительные и отрицательные черты, общая система прокачки и даже свой аналог Watts есть. Правда, он больше похож на обычный режим замедления времени. Мы имеем целый арсенал различного огнестрела, холодного оружия, возможности модификации, прокачки брони и оружия в том числе. В общем, все как в старые добрые времена, но на новый лад. А еще тут очень длинные диалоги. Сразу видно, что реплики, да и сюжет в целом, делали ребята из Старой Гвардии. Поэтому, если вы не любите, когда много буков, да и вообще, вы любитель диалоговой системы, а-ля Fallout 4, то вам точно не суда. Можете забыть об этой игре. Зато в The Outer Worlds, как и в старые добрые времена, есть все составляющие хорошей лощеной RPG. Интересные длинные диалоги, интригующий сюжет о противостоянии в далеком будущем обычных людей и мегакорпораций, о порабощении эксплуататорами, эксплуатируемых. Ну и несмотря на то, что действия происходят в будущем, все эти ситуации, по сути, являются хорошими такими отсылками к нашему капиталистическому обществу, когда корпорациям плевать на людей и их волнует лишь результат. Однако, самая мякотка здесь в том, что Obsidian не была бы собой, если бы представляла ситуацию однозначно в черно-белом цвете. Очень часто, выполняя, казалось бы, на первый взгляд, хорошие и благородные поступки, главный герой делает всем только хуже, а эффективные менеджеры бездушных мегакорпораций оказывается не всегда являются мерзкими ублюдками, разумом которых правят лишь круглые суммы. В общем, во всем разнообразии группировок, в которые вы можете вступить, вы сами выберете, к кому примкнуть, а можете так остаться вольным наемником, которого не волнует ничего, кроме собственной выгоды. В общем, действительно, будто вернулся в конец 90-х в эти ваши классические фоллауты. Тем не менее, без ложки дегтя не обошлось. Несмотря на свои очевидные плюсы, видно, что The Outer Worlds делали при весьма скромном бюджете. В лучших традициях игр от Obsidian она может начать лагать на ровном месте, анимации как будто выдраны из третьего фоллаута без видимых изменений, да и картинка здесь, несмотря на использование Unreal Engine 4, далека от стандартов 2019 года. Но тут опять же ничего удивительного. С играми у Obsidian всегда так. Да и не за внешний лост, они нравятся игрокам. Еще одним минусом для меня является довольно небольшая территория для исследования каждого из миров. В основном это довольно камерное пространство, даже в формате планет. Открытым миром тут и не пахнет. Ну, лучше уж небольшой, но проработанный мир, чем большой открытый, в котором ничего нет, скажут некоторые из вас. Да, соглашусь, что так и есть. Правда, проблема в том, что в мирах The Outer Worlds, помимо выполнения основных побочных миссий, и заняться-то толком нечем. Мир игры, по сути, пуст и мертв, и после выполнения всех квестов возвращаться на уже пройденную планету нет никакого желания. Порой складываются ощущения, что пустоши Вашингтона из третьего Фоллача как-то даже поживее были. Усугубляет ситуацию еще и то, что по сюжету несколько интересных миров чередуются с абсолютно скучными и неинтересными уровнями, которые настолько нудны и скучны, что их хочется поскорее пройти, промотать. Но по сюжету тебе тут придется сочевать еще довольно внушительное количество времени. В общем, подводя итог, The Outer Worlds это типичная игра от Obsidian. Очень неровная, у которой на любой плюс найдется свой минус. Это точно не AAA игра. Это AA игра. Тем не менее, надо заметить, что сделана она с душой и всем любителям классических RPG с длинными диалогами, интересной ролевой системой и внезапными развязками сюжета и нелинейными квестами вам The Outer Worlds строго обязательно. Заслуженное четвертое место. Третье место. Resident Evil 2 Remake. Итак, барабанная дробь. Нашу тройку лучших игр 2019 года на ПК открывает, пожалуй, самый успешный ремейк этого года. Конечно же, это ремейк Resident Evil 2. Лучшей игры в серии, по мнению фанатов олдфагов, серии Resident Evil. И именно этот ремейк, по сути, показал остальным компаниям, что грамотный ремейк может быть и коммерчески выгодным. И именно ремейк Resident Evil 2 запустил главный тренд на ремастеры и ремейки некогда популярных классических игр. Вот, к примеру, ждем Warcraft 3 Reforged от Blizzard, а не так давно Тички Нордик разразилась аж целым играбельным тизером ремейком первой Готики. С одной стороны, это все выглядит как малосвязанные новости, но я уверен, что на все эти ремейки повлиял и успех ремейка Resident Evil 2. В чем, собственно, секрет успеха от Capcom? Да, все очень просто и гениально. Capcom решили не делать из ремейка ремастер, который повторяет все точь-в-точь, как и в оригинале, а по сути расширили и видоизменили уже существующие локации, создали много новых, но при этом ничуть не повредили оригинальную атмосферу оригинала, а скорее даже приумножили ее. От классики у нас остается, собственно, сам город, Раккун-Сити с эпидемией зомби и персонажей первоисточника. Само собой, главные герои остались те же, это Леон Кеннеди и Клэр Рэдфилд. Им предстоит убраться из зараженного вирусом Раккун-Сити. Причем, самая интересная особенность заключается в том, что играть вы будете сразу за обеих персонажей. Первую половину игры за одного, а потом за другого. При этом, путь у каждого героя будет свой, а там, где они будут пересекаться, можно будет увидеть последствия, которые были сделаны, когда мы проходили предыдущим персонажем ранее. Напряженная атмосфера зараженного зомби-города. Самый, что ни на есть, настоящий сурвайвл-хоррор, да еще и на похорошевшем современном движке RE Engine. Заставит пощекотать нервишки даже самого пораженного любителя жанра. Ремейк продался внушительными тиражами, количеством более 5 миллионов копий. При этом, 3 миллиона были проданы в первую же неделю, показав тем самым, что люди заинтересованы в ремейках, популярных в далеком классике. Поэтому именно ремейк второго резика по сути и начал весь этот хайп и моду в игровой индустрии на ремейки, ремастеры и переосмысления. Не сказал бы, что всем старым играм это надо, но действительно, что среди реликтов прошлого осталось еще немало игр, которые достойны возрождения. И спасибо за отличный пример такого возрождения как Комс и Хрезидент Ивол 2. Ибо видно, что при должном желании и умении возродить классику дело вполне реальное. Третье место нашего топа. Второе место. Red Dead Redemption 2 PC-версия. Спустя год Red Dead Redemption 2 добирается и до нашей с вами главной православной платформы. Лучший на свете спагетти вестерн с открытым миром от Rockstar, но с дополнительными визуальными и геймплейными улучшениями, сотни часов геймплея и... конечно же кучей просто уймой багов и клюков при выходе. Да, давно такого не было, и вот опять. Да, выпуск ПК-версии омрачился многочисленными техническими проблемами. В первые дни до выхода первых патчей хромала производительность на обе ноги абсолютно на всех конфигурациях компьютеров. И даже самая продвинутая GeForce GTX 2080 Ti не могла обеспечить стабильные 60 кадров в Full HD на максимальных настройках. Про 4К говорить и вовсе не приходится. Но помимо низкой производительности были и другие многочисленные проблемы в виде багов, дропов игры, кличей и многого другого. Но к чести Rockstar патчи выходили с завидной частотой и сейчас уже спустя более месяца после выхода игры в нее вполне комфортно играть. Так что если вас технические проблемы Red Dead Redemption 2 в свое время отпугнули от покупки, то сейчас самое время брать. Ибо Red Dead Redemption 2 является пожалуй самой монументальной и проработанной игрой за последние годы. Почему-то во всей индустрии можно перечислить только пару компаний, которые с такой дотошностью подходят к разработке своих игр. В какой еще игре вы увидите как у коня сжимаются яйца до мороза? Где еще с таким же вниманием к деталям реализована охота на дищу? Живущий своей жизнью народ на Диком Западе, который совершенно от вас не зависит? О, эта местная песочница просто завораживает. Здесь полный цикл дня и ночи. И дневной и ночной геймплей это просто два разных экспириенса. Здесь ваш персонаж может стать похожим на попа, если будет месяцами не браться, за бритьем. Здесь люди будут соответствующе реагировать на вас, если вы будете в свежей одежде, либо в совсем грязной, и что еще хуже, полностью заляпанной в крови. Здесь, как ни в одной другой игре, очищается окружающее пространство. Мега эффектные и супер реалистичные погодные условия. Местный снег хочется как будто бы взять через экран монитора и попробовать, а на местный дождь и грязь тупо смотреть и наслаждаться, как ребята из Rockstar поработали над всеми этими мелочами, которые в итоге делают игру живой. Мясо и шкуры здесь имеют свойство портиться, так что их надо как можно скорее сдавать на продажу. В общем, я, пожалуй, целый час могу рассказывать про все эти мелочи, которые настолько детально больше никто не делает. И что самое обидное, обязательно будет много невнимательных игроков, которые многие фишки просто-напросто не заметят. Но тем интереснее будет возвращаться к игре снова, чтобы их увидеть. Red Dead Redemption 2 на сегодня является, пожалуй, локомотивом, который показывает, на что способны современные технологии и какие миры можно создавать, если подходить к разработке со всей тщательностью. Да, тут огромный открытый мир, который проработан просто-таки на адском уровне детализации. Все сделано полностью вручную, каждая травинка, каждое деревце, каждый куст, что только вызывает еще больше уважения. Тут всегда есть чем заняться, даже без учета сюжетной линии. А она тут, кстати, шикарна. Вообще, Red Dead Redemption 2 это как раз та самая игра, где на славу постарались и с главной сюжетной линией, и с побочными. Заданий много, подавляющее их количество довольно интересно, и даже самые рутины интересно проходить, просто из-за того, что сам по себе этот мир интересно исследовать, и им приятно наслаждаться. Плюс, как я уже говорил, сам мир живой, и реагирует на все ваши действия. Главный сюжет особо спойлерить не буду, скажу лишь, что это приквел к событиям первой части Red Dead Redemption. И здесь мы встретим много старых знакомых, в том числе и главного героя первой части, Джона Марсона. А так, по сути, мы являемся членом банды гастролеров, которые скитаются по штатам в поисках лучшей доли и попутно проворачивая свои темные делишки. Будет много интересных событий, целый калейдоскоп. Тут вам и ограбление поездов, банков, ловля других бандитов, предательство, месть, забавные моменты и откровенные чернухи. В общем, Red Dead Redemption 2 это квинтенсенсия всего того, за что мы так любим и знаем Дикий Запад. Если честно, планка задрана настолько высоко, что, пожалуй, лучшей игры о Диком Западе в индустрии может вообще больше не случиться. По крайней мере, в ближайшее время. А поэтому за сей колосс под названием Red Dead Redemption 2 Rockstar получает от меня почтенное второе место лучших игр на ПК в 2019 году. Первое место. Metro Is Hot. Честно говоря, смотря на список вышедших игр в 2019 году, я не особо-то и долго думал, какую из них поставить на первое место. Да, были игры олощенные, выверенные до каждого миллиметра. Были игры с просто адским вниманием к деталям, штучные экземпляры. Были и довольно противоречивые, где на каждый плюс найдется и свой минус. Но вот, блин, очень мало было проектов, как это сейчас любят говорить, с душой. Ну вот с душой. Своей уникальной собственной душой. Когда ты настолько погружаешься в геймплей, когда ты настолько роднишься с персонажами по ту сторону экрана, что переживаешь за них как за настоящих. А еще было очень мало игр, которые кроме того, как подарить просто хорошее настроение, выдают игрокам какой-то посыл или повод подумать или задуматься. В общем, сейчас главная проблема всего человечества, что нас разучивают думать и мыслить в принципе. Сиди и жри, сыри, играй, наслаждайся, удовлетворяй свои низменные инстинкты и не парься за более сложными материями. Тебе всего этого не надо, парень. Мы знаем все за тебя. Вот с таким подходом действует большинство компаний, в том числе и в игровой индустрии. Поэтому пока существуют такие игры, как Metro Isход и такие разработчики, как 4Games, их труды особенно ценны. И каждый такой разработчик на особым счету и на вес золота. И ведь самое забавное в том, что Metro Isход с чисто геймплейной точки зрения это довольно кривая игра, да и не следует она многим трендам современности. Здесь нет передового графона, зато есть глобальные лучи Хуанга и просто божественный левел-арт. При всем при этом, периодически хромает дизайн уровней. Частенько непонятно куда идти и что делать, уровни хоть и стали намного больше, чем в предыдущих частях, но тем не менее не являются полностью открытыми или большими в таком виде, в котором мы привыкли видеть как в том же Far Cry. Порой хромает и логика того, что мы видим на экране. Геймплейное время тут любят искусственно растягивать, заставляя выполнять довольно унылые порой побочные задания, а какой-то скрипт в главной сюжетной линии может тупо не сработать и придется перезагружаться в надежде, что заработает в этот раз. Искусственный интеллект тупой как пробка и не видит нас даже впритык и из-за этого не работает как надо стелс-составляющая. В общем, все прелести восточно-европейского геймдева. Однако, когда погружаешься в этот мир с головой, оторваться от экрана монитора получается только после полного прохождения игры. Вся соль исходок, конечно же, в его атмосфере, сюжете и переосмыслении геймплея. Если ранее в оригинальном Metro 2033 и Last Light мы выбирались на поверхность лишь в редкие моменты игры, а 90% времени находились под землей в московском постапокалиптичном метро, то исход меняет все с ног на голову. Мы впервые за всю трилогию сможем вдохнуть полной грудью воздух на поверхности и большая часть геймплея как раз и будет на этой самой поверхности. При этом мне особенно понравилось, как разработчики сделали переход от классического геймплея с тесными коридорами к свободному открытому миру на поверхности. Ведь первый час геймплея Metro Isход практически дословно повторяет события книги Клуховского Metro 2035 и ты начинаешь получать просто-таки эстетический оргазм, когда осознаешь, что все события книги оживают в виде игры у тебя на глазах с точностью даже до реплик в диалогах из книги. Воистину, такое внимание к деталям заметят только те, кто читал саму книгу. Ну вот после того, как мы заполучаем поезд Аврора и узнаем о том, что информация от властей метро о том, что на поверхности ничего нет, является по сути запудриванием мозгов народу, лишь бы они не выходили из метро и не знали настоящей правды. И вот отсюда уже идут расхождения с книгой и дальше с ней уже нет никаких сопряжений. И игра выводит нам свою собственную альтернативную историю. Сюжет подан в стиле Road Movie эдакого дорожного приключения. Наша команда вырвалась из-за точения тесного московского метро и теперь их уже ничего не останавливает для поиска лучшего уголка для создания новой лучшей жизни на поверхности. Но на пути к этой главной мечте наших героев будут подстерегать постоянные опасности и неожиданные события, к которым они оказываются не готовы. Вообще в исходе сделан еще больший упор на персонажей. Тут присутствуют как хорошо знакомые нам герои типа Мельника, Ани, так и новых боевых товарищей типа Сэма, Князя, Степана, Дамира, Идиота и так далее. И вот именно упор на раскрытие личностей наших попутчиков и последующая эмоциональная привязка с каждым из них в итоге и является главной движущей силой всего повествования. Нам предстоит пережить несколько сезонов, полный годовой цикл пропутешествовать на территории Лептической Родины и повидать много дерьма и все невзгоды и лишения будут разделять и наши братья по оружию. Причем уже ближе к концу приключения ты реально будешь ощущать каждого из них своим родным человеком. А уж история взаимоотношений Ани и Артема и внезапный твист, который заставит игрока врасплох. Ох, сколько же нервов и переживаний предстоит еще пережить бедному игроку. И в целом весь сок метроисход в том, что на протяжении всей игры разработчики будут катать тебя на так называемых эмоциональных качелях. Вот ты попадешь в опасности и в принципе любой из твоей команды может погибнуть в любой момент. Ну вот опасность пройдена и можно выдохнуть. Но как оказывается ненадолго, ибо то и дело по сюжету возникает ситуация, когда непонятно погибнет ли кто-то из персонажей или нет. И так всю игру. И в том-то и соль, что этот прием быстро бы надоел, если бы как раз у вас не было привязанности к героям. Но здесь она есть и присутствует как раз в том самом виде, в котором нет ни в одних других играх. Уровни сменяются один за другим. Окрестности Саратова, секты, поклоняющиеся богу Рыбе, сменяются подземным бункером Ямантау, потом вообще уносят в Каспий и так далее. И в любой из этих моментов, если не выполнить определенные условия, может погибнуть один из ваших сотоварищей. А смерть братушек тут, кстати, напрямую влияет и на итоговую концовку. Кстати, о концовке. Вы уж извините, но про концовку я вам все-таки расскажу. И расскажу со спойлерами. Так как именно из-за концовки я во многом и решил поставить метроэсход на первое место. Это как раз тот самый случай, когда шикарно сделанная концовка вытягивает всю игру. И тебе уже не важны все ее минусы и недостатки. Что что-то было сделано криво и тебя бесило. Я думаю, все понимают, о каком эпизоде я сейчас говорю. Новосибирск. Артем с Мельником ищут лекарства, чтобы вылечить больную лежачую при смерти Анну. А также карту, где показаны места, которые не пострадали от радиации. Нелегкая заносит нас в один из НИИ Новосибирска. И Артем с Мельником начинают последний рвок, который по классике жанра будет самым тяжелым, самым трудным и самым изматывающим. В Новосибирске ты как будто физически ощущаешь все тяготы ситуации и как будто бы сам становишься Артемом. Долгий путь до НИИ полной опасности мерзких тварей-мутантов и вот заветное лекарство. В схватке с монстрами мы таки покидаем здание НИИ, но изрядно покоцанными. Нас внезапно подбирает Мельник, который все это время пробовал нас найти. У нас адский передоз радиации, а зеленки у Мельника хватает лишь на один прием и только одному человеку. Мельник выбирает Артема и рискует собственной жизнью. Из последних сил мы добираемся до своих, при этом еще не до конца осознавая, что Мельник, потеряв сознание, отправился на тот свет. И едем мы, значит, на своей буханке, под рвущую душу музыкальную тему, написанную композитором Алексеем Амельчуком, вместе с еще одним попутчиком, пацаненком Кириллом, которого нашли в подземельях метро Новосибы. И чувствует, как наш Артем потихоньку вырубается. Пацан постоянно нас подбадривает, не спать, не спать, надо ехать, надо держаться. И мы едем, наперекор всему. Наперекор тому, что уже организм Артема больше не может. Тем не менее, радиация, испытанный организмом стресс, берет вверх, и мы отключаемся. Позже нас обнаруживают наши, и идет долгая борьба за нашу жизнь. В ходе карторы у Артема случается видение, и как с ним разговаривает уже почивший мельник. Само построение диалога, треки Амельчука, которые разрывают твое сердце один лучше другого, и эмоциональная концентрация драмы настолько становится велика, что неудивительно, что даже взрослые мужики ревели на взрыд. Будто потеряли любимого человека в реальности. Просто почувствуйте этот момент еще раз. Осторожней с ним. Как он еще жив до сих пор? Артем, слышишь меня? Поаккуратнее, ребята. Облучился он капитально. От тела полковника даже замерять не получается. До зимы-то шкалит сразу. Держись, Тема. Мы тебя вытянем. Как же они так? Собери, Катя. Что делать? Вдруг уходи. Только переливание. Срочно, сколько можно? С такой дозой? Значит, переливание. Спасет? Он подольше тогда продержится. Насколько крови хватит? Группа крови. Четвертая плюс. Ему любая подойдет. Все, кто может. Сюда всех. Не засыпай, Артем. Нельзя сейчас спать. Ну, здравствуй, Артем. Пойдем подышим, а? Надоело под землей торчать. Все, Степ. Нельзя больше. Смотри, очнулся он. Слышишь, Артем? Не вздумай нам тут помирать, ясно? Не вздумай. Тебе жить и жить еще. Детей растить. Борис, слышишь? Борис! Ну, челок стал. Ты же всегда наверх хотел. Еще на ботанический полез тогда. А тут как раз есть на что взглянуть. Это не твой пункт назначения, Артем. Ты не доехал еще, слышишь? Рано выходить. Это тупик какой-то, не конечная. Слышишь? Дай-ка руку. О, горячий какой-то. Ну, может, теперь похладнокровней станешь от моей-то стариковской крови. Идем. Идем. Так, дружище, пора залить в твой бак новую порцию крови. Ничего, скоро ты у нас будешь бегать как новенький. Или я съем свою треуголку. Знаешь, я, наконец, чувствую себя дома, в семье. Я больше не чужак. Это ты объединяешь нас, Артем. И ты должен выжить ради всех нас. Ну что, поднимемся? Слышишь, Артем, у тебя жена, вам детей заводить надо. А меня моя в Москве ждет. Нам еще все метро надо на уши поставить. Так что не вздумай в этой жопе мира подыхать. Смотри, Артем, Байкал, как на ладони. Тут в настоящую жизнь верится. Не то, что у нас у метро. Возня крысиная. В общем, Артем, ты был прав. Прав был, что оттуда хотел нас вытащить сюда. А я дурак старый. Просто боялся, понимаешь? Жизни боялся, выходит. А, смотри, улыбается. Во сне улыбается. Кажется, говорит что-то. У него жар. Под сорок два. Бредит. За этот мир не жалко все отдать, Артем. Ты всегда был готов к этому. А я нет. Цеплялся за должность регалий своей крысиные. Да. Прости меня. За то, что Саней так, что обвинял тебя во всем. Прости. Не накрутил бы я вас всех с оккупантами этими так. Она бы и в подвал тот не свалилась. Артем, умоляю тебя. Только не умираю. Останься со мной. Мне без тебя и жизнь не нужна. Слышишь? Посмотри на меня, Артем. Посмотри. Да. По поводу Ани. Ты, Артем, должен за ней приглядеть. Раз уж я теперь не могу. Океан тому не океан. Просто будь рядом. Выгнала я ее. Еле на ногах стоит, а сама уже всю кровь готова ему отдать. Слава Богу, лекарство помогло. Чудо настоящее. Дочка у меня есть, но я еще раз с ней всегда мечтал, чтобы такой был упрямо, как я, как ты. Хорошее место какое, чистое. Я его для себя присмотрел. Хочу вот тут лежать. Организуешь? Ну и главное, Артем, мое время окончилось. Дальше давай ты. Впрягайся, веди их. Помни только, я Спарту создавал, чтобы людей сберечь. Всех людей, Артем. Помни, потому что я об этом забыл как-то. Ну все, командир. Хватит дрыхнуть. Труба зовет. Подъем, сынок. Пожар спадает. Кажется, ему получше. Теперь отдых нужен. И тебе, Анечка. Дай Бог выдрится. Дай Бог. Мы нашли место из моего сна. Холм на берегу Байкала, куда меня привел Мельник. Чистое место, как он и говорил. И нетронутая природа вокруг. Мы обрели дом. Дом у подножья сопок, на берегу озера. Дом, где мы можем растить детей. Детей, которые родятся не в сырых туннелях, а под чистым небом и ярким солнцем. Дамы и мужики. Как старший по рангу офицер, выдвигаю командиры ордена Артема. Артема, кто за? Единогласно. Ну что, товарищ командир, какие будут приказания? Я бы скомандовал по домам. Только этот дом слишком велик для нас. Знаете, полковник сказал мне однажды, что создал орден, чтобы спасти людей. Всех людей. Значит, нам пора исполнять дом. Концовка «Метро. Исход» шедевральна. Ты испытываешь от одной только концовки столько эмоций и перепада настроения, сколько не испытывал во всех играх, вышших в этом году суммарно. «Метро» же давит как визуалом, так и музыкальной составляющей. Композиции Амельчука в момент спасения Артема настолько работают на атмосферу, что если бы это были какие-то другие композиции, то подобного эффекта сопереживания тупо не получилось бы создать. И черт возьми, смерть Мельника, а потом и момент попытки спасения жизни Артема настолько выматывают уже реально физически игрока, что ты сам начинаешь чувствовать ту животную усталость, которую ощутил и главный герой. Полное пробитие четвертой стены. Браво! Занавес! «Метро. Исход» — единственная игра за долгое время, которая смогла подарить нам эмоции. Это единственная игра, в которой ты реально сопереживаешь персонажам. Это единственная игра, которая ставит перед игроком такие глобальные вопросы о нашем социуме, которых просто нет в других современных играх. Будут ли люди друг другу братьями, когда настанет судный день, или будем жить по... принципу с волками жить по волчьи выть. Действительно ли надо безоговорочно верить государству, что оно нас бережет, а не пытается держать как стадо загнанных баранов, пытаясь всячески манипулировать? Игра также учит нас, что в любой ситуации надо оставаться в первую очередь человеком. И плевать, какой ты при этом национальности, какой у тебя разрез глаз или цвет кожи. Только в единстве наша сила. Только объединив усилия, есть шанс спастись. И знаете, в современных реалиях, когда общество максимально разобщено, когда целые, блять, народы пытаются настроить друг против друга, в угоду политическим интересам кучки элит, очень важно, что выходят такие игры, как Метро Исход. Я втройне выражаю респект 4Games за такую игру и такой посыл. И знаете, мне было противно, просто противно слышать от недалеких личностей, что раз игру делают украинцы, значит она априори русофобская. Сыграйте дебилы в игру еще раз, и сами все поймете. Эти ребята как раз показали нам, что будет, если миром будут править сумасброды и идиоты. Мы будем жить вот в таком постапокалипсисе, если у руля будут те, кому плевать на всех и все, кроме собственных меркантильных интересов. И разговор тут идет не про конкретную страну, а про весь мир в общем. Эта тема актуальна для любой страны и любой нации. И уж тем более актуальна для ядерных держав. Писатель Дмитрий Глуховский в одном из интервью прямо ответил насчет серии «Игр Метро», что это его секретное оружие для поднятия сознательности среди населения. Глуховский говорит, что по сути, то его метро из книги – это аллюзия на железный занавес, которым наше правительство покрывает весь народ, рассказывая сказки о том, что за этим куполом ничего нет. Все плохо, в общем, и очень страшно, и не стоит из него выходить. Но люди рано или поздно узнают правду и перестанут верить властям. Глуховский надеется, что его роман послужит предостережением всему человечеству, насколько опасна игра с властью и вседозволенностью. Что же, учитывая последние события в нашей политической жизни, смею подозревать, что опасения Глуховского отнюдь не беспочвены. Но это тема уже отдельного разговора. Но за абсолютно рвущую на куски душу концовку «Метро Исход» и общую душевность я объявляю «Метро Исход» лучшей игрой 2019 года. Ни одна другая игра в этом году даже и близко не смогла мне подарить такую бурю эмоций, переживания и пищи для размышлений. Браво, 4Games! Браво! «Метро Исход» — однозначная игра-шедевр. Ну а на этом все. С вами был Тямыч. Рад был вас видеть, дорогие друзья. Для меня 2019 год был таким же адски сложным, как и конец игры для Артёма. Но, слава богу, все трудности и невзгоды преодолены. Друзья, увидимся с вами в новом 2020 году и пусть он будет однозначно лучше предыдущего. Пишите в комментариях свой топ-10 лучших игр 2019 года на ваше мнение. Ну а мы с вами увидимся в новом году. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!